Белорусско-туркменские отношения начали отчет своей истории в далеком 1993-м. Несмотря на прожитые годы, два народа, живших на протяжении десятилетий в составе большой страны под названием Советский Союз, не потеряли дружбу. И сегодня, когда государства приобрели суверенитет, они остаются партнерами в политической, экономической, социальной сферах. Один из вариантов сотрудничества – образовательная дипломатия. Беларусь радушно принимает в своих вузах молодых людей из дружественного Туркменистана, которая вместе со своим появлением привносит в коллективы особенные новые черты. Объединение двух культур, двух традиций, двух народов. И дало возможность сегодня организовать этот форум. Ребята откликнулись. И поэтому вот то сегодня, что будет, вы увидите. Это интересно, это действительно познавательно. И это, конечно же, актуально. Презентация по истории развития белорусско-туркменских отношений. Конкурсы, викторины и, конечно же, выставка национальной одежды стали составными частями большого совместного мероприятия – студентов двух вузов областного центра. За годы учебы многие из них уже настолько привыкли к Брещанам и к нашему городу, что сегодня, находясь на последней ступени получения высшего образования, с грустью говорят о том, что скоро придется уезжать. Между нашими народами завязалась очень крепкая дружба. И отношения между нашими странами укрепляются из года в год благодаря нашим президентам. Я думаю, что мы будем долго-долго вместе. И желаю Белоруссии и университету, в котором я учусь, процветания, мира и добра. Вначале было все сложно. Сперва культура, потом понимание друг к другу. А потом с временем мы привыкли ко всему. И все было хорошо. Диалог молодежи – еще одно направление, позволяющее белорусам познакомиться с культурой других стран. Сотрудничество в этом направлении будет продолжено. Многие из тех, кто сейчас получает образование в Бресте, с удовольствием будут рассказывать об этом друзьям и коллегам, которые, возможно, воодушевившись рассказами, посетят наш край не только с образовательными, но и туристическими намерениями.